У меня появилась мечта, пацаны, если честно. Я хочу попробовать поездить на ней, на этой машине. С 200 до 250, 3 секунды. Меньше, чем 3 секунды. 60 ланчей на одну М5, 60 ланчей. Отдать 25 миллионов за машину? Ну, я бы отдал. Ну, если честно, я бы отдал. Ну что, начнем? Давайте для нас... Ауди, BMW или Mercedes. Так, ну допустим. Давайте будем реалистами. Нет правильного ответа. Я считаю, что все эти автомобили прекрасны. Это зависит от того, что вы хотите от машины. Если вы хотите более спортивную машину, вы должны купить себе BMW. Если вы ищете лучшее качество в машине, вы также должны купить себе BMW. Однако, если вы хотите много опций в автомобиле, вы должны купить BMW. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль выглядел лучше всех, я считаю, вы должны выбрать. Давайте будем честны. Когда дело доходит до комфорта, нет лучше автомобиля, чем... Че, блядь? Ну ладно. Понимаю, у вас главный вопрос, почему зеленый свитер под М5? М5, это про скорость, это про драйв. Честно, не было такого образа? Ну ладно. Это про кассовый аппарат, к которому ты подходишь в момент оплаты за всю эту движуху. И абсолютно никогда не знаешь, когда прилетит камень в лобовое стекло. Давным-давно я снимал Уже есть получше Сараро Бромонда. Синего цвета. Я тогда был недоволен. Я тогда был недоволен, потому что я не видел прорыва. И в принципе эта машина такая оказалась, она прям какой-то легендой не стала. Легендой стала М5 и 60, когда они вложили гоночные технологии в эту машину, душу, свою любовь и огромное количество денег. BMW M5 F90 легендой стал. В своем роде абсолютно точно. Это действительно классная, крутая, хорошая, относительно надежная машина. Хотя она крутится. Которая подвергается различному виду тюнинга и мы получаем классный, крутой продукт. В этом материале я вам хочу рассказать про самую быструю машину, на которой я когда-либо ездил. Потому что все эти машины, которые вы сейчас видите у себя на экране, на которых я ездил, гонял, носился на разных скоростях. Просто детский сад с точки зрения разгонной динамики по сравнению с тем, про что я вам сегодня буду рассказывать. А рассказывать я сегодня буду про BMW M5 KS от компании Level. И заранее говорю, это не реклама компании Level. Это просто признание. И не только мое, что компания Level по-настоящему прошла тяжелейший путь, сложнейшую дорогу по постройке сумасшедшего проекта. одного из самых быстрых можно сказать в мире. К этому мы вернемся попозже. Давайте начнем историю с самой машины. О, вот это Егор, охуенный пацан. К этому мы вернемся попозже. Вот это. Это Егор, по-моему, да? Да. Давайте начнем историю с самой машины. Он в чате BMW F90 сидит. М5. Помогает всем. Ну, типа, это подсказывает, понял, что... Ну, кто не шарит, там, здесь... Представляешь, они проехали 8 тысяч, никто не осемилился сделать того, что сделаю сейчас я. Да просят меня все технические специалисты. Что он делает? Так лучше видно. А, снял эту. Тайм 5 СКС, которую я беру на тест, она может использоваться каждый день? И, соответственно, выключен вообще полностью метанол. То есть это вот... Видели значок бага? Сколько у нее в колесах лошадиных сил? Без малого 900. Машина эта начала свою жизнь два с половиной сезона назад. Первый год она ездила в стоковом... Там тысячи тоже. Первым, соответственно, этапом у нас была просто замена колес. Все, и машина ездила. Это был, типа, стоковый этап. Стейдж 0. Во втором сезоне мы начали уже плотно инженерную работу и вытаскивали все сопли из штатных турбин. Проехали и там низкие цифры, высокое время, хорошее качество на заводских турбинах. Это была там принципиальная задача проехать ниже 9,5 на стоковых турбинах. Длинная очень была история. Куча всякого железа, переделок, попыток. Несколько сотен заездов у нас на это ушло. У нас свои впускные коллекторы, свои инлеты, свои интеркулеры и поцилиндровый метанол. Потому что мы рассчитывали сжечь весь воздух, который турбины накачают, максимально эффективно и нам нужно было устранить все узкие места. То есть топливную систему взбодрить метанолом, удалить больше, убрать угол, ну, возможные откаты, соответственно, чтобы машина ехала на самых злых углах. Потому что штатные турбины это мало воздуха. То есть подготовились к такому прыжку на больших турбинах, что изучили вообще буквально каждый момент того, как эта машина работает. Секундочку. Что-то по ощущениям пошло не так. Она просто задирает морду и я чувствую, как мы прям где-то в районе 100 км в час начинаем куда-то взлетать и терять контакт с асфальтом. Если кто-то из вас уже собрал 11 миллионов долларов и стоит в кассе, покупая Bugatti Diva, которую мы недавно сняли, по-братски остановитесь, есть другое предложение. Вот это ее легкость управления, вот этот контроль за дорогой, вот этот баланс всего силы, мощности, того, как она цепляется за асфальт. Просто вот это очень похоже на то, что делала Сенна. Она, конечно, выглядит потрясающе, по этой машине большинство людей в потоке не поймут, что это такое. Точно, на сену похоже. Просто ракета. Пи***ь, сука. Это пи***ь, пи***ь, пи***ь. Ебать, у них стоит драговый развал на жопе. Видите? Чуть вот так колеса, видите? Задний, так. Чтоб когда масса надавило, они вот так сели нормально. Когда машина легкая, а это легкая машина. Так. И у нее такое количество лошадиных сил, ощущение при разгоне динамики просто невероятное. Тот конфиг, который у вас получился сегодня. Примерные цифры по деньгам. Вот если я сегодня привезу вам новую М5КС и скажу, ребята, пожалуйста, сделайте мне. Миллионов 13-15. Shut up and take my money. Точно мы посчитаем в ближайшие дни уже, потому что мы готовим как раз пакет этих решений для машин, но за копейку, канарейку в этой ситуации не получится. Нужно вложиться в очень большое количество узлов, чтобы оно работало действительно надежно. Там родные привода, которые проехали, ну, не тысячу еще, конечно, ланчей на Драгстрипе, но цифра уже очень близка к этому. А если брать выкаты там на аэродроме в Краснодаре и прочие дорожные тесты... О! Точно уже закасались. Помитиво. Шедеврально все в BMW сделали. А вот коробка и мотор и все, что вокруг включает топливную систему, потребует доработка. После того, как я покатался на этой машине, прямо сейчас меня спроси, отдашь в кассу за вот такую машину деньги? Отдам. Готов отдать 30 миллионов? 25? Ну, отдать 25 миллионов за машину? Так, которая едет 1,8, да? Сотни. Которая едет 1203 секунды с хуем? Бля, думаю, да. Ну, я бы отдал. Ну, если честно, я бы отдал. Я бы отдал, если честно. То есть, ты берешь по факту машину, слушай, туда же можно взять не эту машину, можно взять мою за 7 миллионов и туда вложить 15 миллионов, да, там, 13 миллионов. То есть, и того выйдет 20 миллионов. И за 20 миллионов лучше аж самую быструю, опять. Только за то, что я чувствую сейчас своим телом. Это просто что-то с чем-то. Более больных им пяток я еще в своей жизни не встречал. Почему я не помню? Помнишь фильм? Винкюра. Ибо, не помню. Абсолютно скромный человек, скромно себя ведущий оказывается просто, ну, монстром, сильным во всех смыслах этого слова человеком. И вот эта машина, она внешне не заявляет и не кричит о себе, что она там какая-нибудь Феррари, Ламборгини или чего-нибудь подобное. Но при этом она может. Бля, Эрик, ты заебал. То есть вот это ее классический старт. Таких было почти тысячу. Не все были эффективными. Это ее классический старт. Охуеть. Таких было почти тысячу. Не все были эффективными. Но с такой нагрузкой мы проехали более чем дофига раз. 450 замеров на геностенде в разных конфигурациях. И я думаю, что под тысячу ланчей, потому что к Мише в HPC за сбросом ланчей мы ездили 15 раз. И, кстати, самая главная история, там вот эта магия. Так, это если они ездили 15 раз, в целом на одну машину 100 ланчей. Охуеть. Даже меньше. 60 ланчей на 1 М5 60 ланчей? Охуеть. Сколько у меня осталось, блядь? 50? Охуеть. Да, сброс есть. Охуеть. Не, не бесконечно ланчей. Про счетчик ланчей. Их там на самом деле два. Счетчик ланчей, счетчик быстрых переключений, они взаимосвязаны. Да. И она сама эти, ну вот кликером эти единички, считает в зависимости от того, сколько раз ты нагрузил коробку. Сколько раз она быстро шифтанулась в ходу, сколько было крутящего. Как мотор убрал угол. Там высшая математика работает, и у Миши... Короче, мы там абонемент давно купили. А абонемент остался брос ланчей. Причем самое опасное, когда ты едешь при всех выключенных системах стабилизации, самое опасное, когда ты вжимаешь, ты еще не привык, до конца не чувствуешь, как именно эта машина себя будет вести. И где-то в районе 70, 80, 90 километров ты ее вдаешь, ее прям срывает. Это надо прям очень... То есть с этой машиной не то, что нельзя отвлекаться на какую-то секунду. Вообще отвлекаться нельзя. Никогда. Ух ты, блядь. Ты видел? Ты видел этот танец, блядь? Ёпта. Ты понимаешь, что это? Ты видел этот пи... Но то, что у нее до сих пор ничего еще не загорелось, то, что у нее до сих пор еще ничего не отвалилось... Это прям серьезно показать. Это лишнее подтверждение слов Егора. Сколько эта машина может проехать? 50, 70, 100 тысяч километров. Даже на комфорте, блядь. Я оцениваю ресурс до переборки коробки именно плановой тысяч в 30-40. Вот это важная вещь, которую мы с твоим большим другом Паштетом постоянно обсуждаем. Люди думают, что автоматическая коробка не требует обслуживания. Это главное заблуждение. Там трутся фрикционно. Сцепление же никто не обламывается менять, правильно, на машине с механикой? В автомате оно тоже есть. Поэтому при энергичной езде тысяч через 30-40 нам точно понадобится обслужить сцепление, но это расходник. Колодки люди меняют, сцепление нужно менять, фрикционно тоже. Очень много сейчас развелось различных ребят в интернете, которые там выкладывают ролики, гоняются друг против друга, давай там ключ на ключ, машина на машину, еще что-то, еще что. Парни, успокойтесь. Чемпион в этой тематике известен и называется он BMW M5 KS от Левела. Быстрее этой машины нету. Просто примите это. Потому что есть спортивные мероприятия, на которых конкретные замеры и конкретные цифры. Если вы уверены в своем автомобиле, в чем я, честно говоря, сомневаюсь, потому что вы же тоже не дураки, вы же видите цифры, как просто против них попрешь, то у этой машины цифры вот такие. Оху... Прямо прикиньте, с 200 до 253 секунды. Меньше, чем 3 секунды. Оху... Оху... Ну, эту машину хорошо все знают. Я знаю, что вы ее знаете, но это просто очень быстро. Ну, блядь, да. А почему все остальные ходят и в интернете, взяли у меня самое быстрое, у меня самое... Вот, пока, блядь, самое быстрое, это вот это. Вот это доказано временем, блядь, она доказана все по телеметрии и тому подобное. В этой машине вопрос... Мотор с точки зрения масла, воды и сейчас временный интеркулеров охлаждается полностью по стоку. За это спасибо инженерам BMW. Они сделали просто имбу. Вот, геймчейзер. Они в этой машине просто учли все, что нужно было учить. Честь им и хвала. 80% всех заслуг любой тюнингой BMW, вот G или F серии новых, это заслуга инженеров BMW. Они просто на всю котлету отслюнили классный радиатор. Мы сейчас на все наши новые проекты, начиная с боевой РС-6, ставим теплообменники и радиаторы от М5. Потому что ни один тюнинг не делает таких крутых радиаторов. Да ты че? Просто бомба. Мы же научились разбирать радиаторы, там, послойно считать их площадь, теплоотдачу мерить и так далее, и они всему навозят. Ни один гоночный радиатор, который ты купишь за любые бабки, не работает как сток от F90. У меня все-таки в Москве будет что-то от BMW. Охуеть. Пройдя линейку квестов, тут тебе не заскучать. Видел этот интерфейс? Вот, и мне он нравится. Любишь тачки? Покупай! И поехали! Навесим на нее тюнинга! У нас его полно! Соревнуйся с тысячами других игроков и десятками твоих любимых блогеров на родине РП. По сути, получается, это проект, который собрал самых умных людей, которые вообще говорят на русском языке, из автомобильной тематики. Ну, в целом, да. И самое главное, ты правильно говоришь, это не машина как проект, это инженерный проект вокруг тачки. О, вот этот мужик сшил. И самое главное, ты про... Помните Мишу М8? Правильно говоришь, это не... Он ему машину сшил. Это пилот их на этой машине. Не машина как проект, это инженерный проект вокруг тачки. Потому что следующую такую, и 2, 3, 5, x5, x6, мы можем клепать серийно, потому что все откатано, и мы всю эту боль прошли, для того, чтобы дальше, ну, не тратить ее снова. Нас на гонках неоднократно проезжали, ну, и, к слову, и у нас боевые победы есть, и в том числе, там, в полях, в которые никто не верил. То есть это М5 проезжал, и турбовые R8, и турбовые Ураканы, и там стейдж сколько угодно, 911. Изначально, когда мы заходили в проект, не было задачи построить одну быструю тачку. То есть вот в чем я вижу главное отличие нас, как инженерного бюро, от тюнеров, которые строят тачку под клиента. Мне неинтересно уже давно построить одну машину. Мы на флагманской тачке решаем технологические проблемы, раскрываем потенциал агрегата, и эта машина обязана показать результат, чтобы продавать результат работы. То есть здесь цель не в том, чтобы, типа, одну тачку построить быстро, а в том, чтобы она доказала свою эффективность. Это клей на асфальте, пацаны, клей. Бля, у меня появилась мечта, пацаны, если честно. Я хочу попробовать поездить на ней, на этой машине. Бля, это пиздец интересно как. Теперь, я думаю, понятно, как выглядит разница между по-настоящему быстрой М5 и, например, Авинтадором. Его просто не существует. Машины, у которой двигатель В12, 700 сил не существует. Знаешь, самое крутое, ты просто выключаешь все М-режимы, и вот все просто, она просто БМВ М5. Просто БМВ Пятерка. Мягкое, удобное, комфортное, классное сидение. Вот уникальность этой машины. Она может так угодно. И стоит на дороге. И обгоняет, убивает просто вообще. Весь дух выбивает из-за Винтадора. Дорогу, таксист. Четыре человека можете. И поедет по любой дороге. И комфортно. И даже Крузака 200-го не боится. А, они на трак специальную резину ставят. Смотри. В интернете большое количество людей, которые показывают свои машины, показывают свои работы. Это показывают компании свои работы, показывают гонщики свои выступления. Ну и, соответственно, показывают ребята какие-либо те или иные свои шоу. Первый раз? Да, первый раз. А что белый такой? Нормальный, я светлый. Значка BMW нет. Ничего страшного. Это BMW, деклофосная стрела. А, все. Часто такое, что он в первые разы? Ну, сейчас уже часто. Потому что у нас участников прибавляется каждый год от трех до пяти. Надеемся, что в следующем году еще пятерочка будет быстрых интересных проектов. Поэтому нас такое веселье ждет каждый раз. 8-9-0. Бачу-чупай, колесчики, реально. От велика, нахуй. Ну, так в целом, я прижался. Все говорят, надо было... Все, кто, короче, ударился, кто не прижался головой, все мне сказали, прижмись, держись. И я думал, блин, неужели я не прожал газ в пол? Так, типа, медленно, что ли? Ну, 1-1, 60 футов показывают, ну, типа, 0-100, 1-3. Скука! Охуеть! Мы приехали сегодня в Быхово на... Охуеть! 1-3! Типа, говорит, да та хуня, типа. Да, вот еще на чем хочется поедет. Ну, реально, после того, никакая машина не поедет. Надеемся, что будет хорошая погода, чтобы цервироваться со временем. Задача на БМВ выехать из 9 секунд, на Аэро-6 проехать как можно ближе к 9 и ничего не сломать. Я уверен, что у нас план есть какой-то давить. У нас же есть план. Мы будем биться до того момента, пока не отплюнет что-нибудь, правильно? Мне же так сказали, до Талова. Мы не сдадимся вообще. То есть, либо мы сегодня просто пробиваем девятку... Либо мы в Альтера пробиваем. План надежный, как швейцарский панк. На воде, да, Гри? Пацану! Еще чуть-чуть. Пожалуйста, вообще просто чуть-чуть. И все, и мы закончили. И мы сразу закончили. Мы даже ни с кем ездить не будем. Мы просто уедем отсюда. Вот такой сопередательский первый заезд был. Да. И бывает, что она пропустим сделает профилированное. Вот прям в какой-то момент она буксанула прям чуть-чуть. И мне кажется, убери этот момент и выйдешь из 9. У тебя есть какое-то небольшое переживание, что просто я подумал, не переживайте это или нет? Пиз... В смысле, блядь? Ну, в смысле. У нас есть там время, ну, настройка на 9.0. Мы сейчас попробовали зацеп, пощупали в несколько сторон разную настройку. Сейчас зальем файл, на котором ехали 9.0, будем искать зацеп, типа, чуть улучшится. А после этого будем сильно вдувать. И там уже, может, хоть коленвал пополам лопнуть, потому что там плюс 200 сил к тому, что было. То есть к тому, что ты ездил, мы туда вдули 400 сил. К тому, что ты в городе ездил. Ты часто хотели... 1400 сил? 1300? На том пальце точно все работало. Результат сейчас попробуем его улучшить за счет зацепа. А потом будем додувать, 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 пока лимфик сломаем, либо пока вся цифра меняет. Мне нравится, да? Ох, вот он машина! И бать, что там белая на асфальте. Когда ты смотришь на две машины, это, конечно, более эффектно. Я понимаю людей, которые смотрят большое количество роликов, просто когда две машины гоняются, вот одна выиграла. Ну, понятно, это как уличные гонки, знаешь, это как... Мамба ушел! Ребята, можно пару вопросов? Короче, мы обратили внимание, пацаны, что пока бэхи ездили, ну, вы в расслабоне были, ну, так, наблюдали за ситуацией, но в расслабоне. Ну, как только выехал из Жига, ты взялся за руль, и вы очень пристально сюда смотрели. Это опыт. Уличные машины, они едут более стабильно. Вот чем промоты, чем... Смотри, у него нога наступление, смотри! Ебать, ста... Когда вы будете наблюдать на каком-то гоночном мероприятии, будете видеть эту машину, знайте, когда вот здесь промотали Жига, у него нога на сцеплении. Окей. Почему вы машину называете карась? У всех флеш. Бля, ну, мне кажется, с этим пацаном, которые пожарниками работают, там нужно, блядь, где-то зарядить 700-800 сил, чтобы они так же, как и так же, быстро доехали до пожаров, кажется. Веномы, булава. По-любому. Что там, Люцифер. Да-да-да. А у нас карасик. Ну, карасик только у нас единственное, что он не травоядный, как бы он, ну, там, кое-что жрет. Мы решили, наоборот, в обратную сторону завернуть. Там, я слышал, есть самые быстрые пять в мире. Она, правда, не зеленого цвета. Синего? Мы ее не видим. Она была сегодня, кстати. О! Смотри, у нее вот эта штука ходит, там кулиса оторвалась. От быстрого перебирания. У нее вся фишка в том, что у нее стоят турбилки сзади. Их слышно. Слышите, как дело здесь. Прикольно, да. Здесь только звук. Ну и, конечно, она такая. Такая поиграться, да? Такая поиграться, как я. Прикольно. Покрутил. Она, конечно, охрененная на трассе, но она очень опасна. Она крутится, да? Из-за короткой базы. Из-за короткой базы, из-за того, что мотор находится... Ну, все-все-все-все. Да-да-да-да. Во-первых, он высоко, во-вторых, у него это и не Porsche задняя остановка на жопе, и не среднемоторная, ну, в смысле, не задняя, ну, среднемоторная Lambo, или там, как Huracan, либо 458, она непредсказуемая. То есть, у нее точка струна, точка нормального дрифта очень близко. Близко. Вот что надо для веселья, да? Да. Вот ты и все, и веселись. Батя, что-то отлетело нахуй. Что-то отлетело нахуй. По факту, вот этих цифр, которые вы сейчас видели на висплее, нет ни у одной М5 уже в мире. Но если мы еще девятку уже нас расколем, будет вообще победа. Поэтому все самые быстрые BMW М5 в мире, до свидания. Я на самом деле рад, что ты приехал, потому что есть много видео, где люди заявляют, что у тебя самая быстрая М5, и ты в том числе. Но крайние видео, крайние, ты там подчеркиваешь, ты говоришь, ребят, только competition, к АЭС не имеет отношения. Но до этого много видео. Потому что до этого ее не было. Не было КАЭС, поэтому я говорю, как оно. Я всегда есть чудо-город, за это отвечаю. Конкретно, чтобы вот мне пришел человек профессионал, да, задал мне вопрос в лоб, и чтобы я мог ему ответить. Тогда, когда вот мы снимали выпуск с мажоркой, если про это речь идет, допустим, тогда не было этой КАЭС-ки, она была реально самая быстрая на 1-2 миле. Потом появилась КАЭС-ка, теперь я начал подчеркивать, что как и есть competition, все официально. Лично мы не кричим там сейчас именно, что она самая быстрая, потому что ребята из левела в этом году молодцы, на самом деле показали хороший результат. Но по прошлым годам, когда мы именно конкретно занимались М5-ми, ну, вроде мы были в лидерах, когда она действительно была там быстрее на 1-2, это если мы сейчас про Батуса и всем известный говорим. Ну, мы так и говорили, то есть это самое быстрое, именно там на 1-2, например. То есть лишних разговоров мы не ведем, а кто там ведет, ну, это как бы их моменты. На том железе, которое мы сейчас имеем, я считаю, что мы имеем хороший результат. У меня его пайпы стоят. На квотер, на обычной дороге она у нас показывает. То есть на данном железе мы этот проект приостановили. Аслан больше не хочет вкладываться в эту машину, она ему уже в принципе неинтересна, он получил все, что хотел. Если вкладываться, как бы ставить новые ништяки, усиливать, то можно, конечно, еще улучшаться. Я думаю, что здесь бы она даже проехала 9,3, но он уже ему интересны другие машины, он сейчас на Порше. Два этапа назад мы четвертый раз рекорд этой машины обновили, и это стало 9,063. После этого в следующую гонку мы это подтвердили, закрепили там 9,063 или 9,065, и сегодня у нас 9,084 лучше. То есть она вот эти 9,0 едет стабильно, нам надо быстрее. Сейчас у нас не складывается зацеп. То есть первые 18 метров она теряет 0,1 от того, что можно. А 0,1 на старте это 0,2 на финише. То есть это очень как драматически раскладывается. Короче, нам надо правильно прогреться, зацепиться, правильно проехать, и все улучшится. На тонкую вот эту работу. Вот здесь сделаете 8 и любые цифры? Все, сейчас постараемся, давай, сейчас постараемся. Они же сделали 8. 8,5. 8,5 было? Нет, 8,5, брат, я видел. Пацан, ебайся! О, мой господи. Обнимашки! Иди сюда, мой маленький. Иди, мой хороший. Вы вообще понимаете, что это за разрыв? Спасибо. И видеозапись на блог. У карася небольшие проблемы. Короче, спасибо большое за этот просмотр. Спасибо большое, что вы нас поддерживали. Это самая быстрая М5 в мире. Если кто-то сможет показать лучшие цифры, welcome. Только после этого вы сможете говорить, что оно у вас самое быстрое. Пока. А, до конца? Но на этом история не заканчивается. На следующие выходные Карась приехал и начал бороться с такой силой, что показал цифры, которые побили этот рекорд. Конечно, они поржали и выложили пару роликов. Вывали, пацаны посмотрели на это, взяли паузу в пять дней и сделали следующее. Вах, ебать. Эта борьба будет продолжаться вечно. Эта борьба была всегда. В этом и удовольствие. Побеждать, стремиться к новым цифрам. Передаю всем любителям мерседесов, а также аудов, парши, всяких разных быстрых тачек. Огромный привет. Спасибо большое, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь. Приходите, у нас... 0,200, 5,2 секунды. 0,101,8. Охуе. 1,4, 5... 1,4, 8,59, но это по драге. У нас будет еще много интересных. Охуе. Охуе. 200. 400 метр. Охуеть. 800 метр. Ну это с полным салоном, да? 100. 100. 100. 200. 400 метр. Охуеть. Бля. Посмотрите внимательно, как он раздувает турбину, посмотри. Охуеть. Продолжение следует...